МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барановичском горкоме БРСМ состоялась отчётная конференция. Барановичские школьники стали участниками семинара-практикума, организованного на базе ТЭЦ. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В Брестской области, в Барановичах, Ивацевичах, Берёзе, Жабинке и Дрогичине в прошлом году построили 11 многоэтажек с использованием электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В текущем году предусмотрено строительство трёх многоэтажных электродомов в Берёзе и по одному дому в Ивацевичах и Дрогичине. Общая площадь – порядка 20 тысяч квадратов. Индивидуальное жилищное строительство тоже набирает темпы. Так, в прошлом году индивидуальными застройщиками построено 21 тысяча квадратных метров жилых домов, где используется электроэнергия для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В текущем году ожидаются объёмы не ниже 2023-го. В целом, в этом году Брестской области доведено задание по вводу в эксплуатацию 653 тысяч 600 квадратных метров жилья. В Барановичском горкоме БРСМ состоялась отчётная конференция. В её работе приняли участие заместитель председателя горисполкома Вадим Щербаков, начальника дела идеологической работы по делам молодёжи Светлана Павлович, проректор по воспитательной работе Баргу и Набулыга, члены горкома БРСМ. Подвели итоги и обсудили стратегию развития. Восьмая конференция городской организации БРСМ прошла в Барановичах. С докладом выступила лидер молодёжи Анна Запрутская. В честности, в 2023 году городскую организацию БРСМ пополнили 1400 активистов. В течение года было проведено более 100 диалоговых площадок на предприятиях, в организациях и учреждениях. Особый акцент на гражданско-патриотическом направлении. Открывались выставки, посвященные геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Проводились экскурсии, трудовые акции в памятных местах. Молодые люди провели много различных акций и мероприятий, приуроченных к важным государственным датам. Стало уже доброй традицией подводить итоги года, соответственно, подводить итоги то, что уже сделано, наметить планы на следующий год. Действительно, БРСМ проводит множество акций и мероприятий в девяти различных направлениях. И, конечно же, это заслуга не одного человека, это заслуга всей большой команды, потому что в Союз молодежи сейчас ходят и учащиеся, студенты, конечно же, наша работающая молодежь. Каждый вносит свой вклад. И мы надеемся, что наше тесное взаимодействие продолжится и в дальнейшем. Кроме того, в прошлом году было образовано 10 новых первичных организаций из числа работающей молодежи. Все они активно включились в работу. Несмотря на то, что мы достаточно молодая первичная организация, мы активно принимаем участие в акциях, которые проводит подразделение БРСМ. И одна из самых ярких акций, которая проходила на базе нашего родильного дома, это ежегодная акция «Подарение Мауляте вышиванку». Акция ежегодно проходит на базе нашего отделения, отделения реанимации для новорожденных. И мамы, которые получают подарок от Республиканского союза молодежи в вышиванке, они всегда это воспринимают с радостью, с положительными эмоциями. Помимо республиканских проектов, молодежь успешно реализует городские мероприятия. Полюбились барановичанам инициативы «Хочу в кинологи», «Папа зал». Большая ответственность возложена на ребят, которые занимаются фото и видео отчетами с мероприятий. Пресс-центры информируют в соцсетях взрослых и детей, что БРСМ не стоит на месте. Союз молодежи каждый день ищет новые эффективные формы работы для того, чтобы быть в топе. Этот год был очень насыщенный на большое количество мероприятий. Я являюсь частью пресс-центра Белорусского республиканского союза молодежи и приняла участие в большом количестве различных мероприятий. Даже на тех, которые нас не звали, мы все равно приходили и даже иногда попадали в кадр. Я очень горжусь тем, что я являюсь частью такой большой дружной семьи, как Белорусский республиканский союз молодежи. Союз молодежи делает акцент в своей работе и на профориентационном направлении. Организуются ярмарки целевой подготовки для абитуриентов, где принимают участие члены БРСМ. Традиционно упор на студотрядовское движение. В частности, в составе студотрядов было трудоустроено 522 человека, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. В 2023 год я отработал в составе студенческого производственного отряда «Базис». Я был командиром студенческого производственного отряда «Базис». Наш отряд работал на заводе бытовой техники «Атлант». Это завод, который выпускает стиральные машинки «Атлант». Наши ребята отработали там два месяца, июль-август, заработали очень хорошие деньги. Также поучаствовали в различных творческих мероприятиях на проекте «Атлант» и смогли завевать четвертое место. По итогам сокрытия трудового семестра нашему отряду было присвоено звание «Лучший производственный отряд Брестской области». И также командир и комиссар были удостоены звания «Лучший командир студенческих производственных отрядов» и «Лучший комиссар студенческих производственных отрядов». Напомню, по инициативе молодежи города в парке имени 30-летия Волксэм появилась скейт-площадка. В парке в Боровках высажена аллея семейных деревьев. Сейчас молодые люди разрабатывают новый информационный интернет-проект, приуроченный к 85-летию Брестской области. Будут организованы мероприятия и к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Завершилась конференция на приятной ноте. Активистам городской организации БРСМ были вручены благодарности за вклад в развитие молодежного движения. В соответствии с указом президента о государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь, ежегодно 15 марта в стране отмечается День потребителя. Потребители и предприниматели доверия для развития. Такая тема утверждена Евразийской экономической комиссией на 2024 год. Она позволит привлечь внимание общества к проблемам взаимодействия и укрепления пространства доверия между ними. Сегодня государственная защита прав потребителей тесно взаимосвязана с общественной, которая взяла на себя основной прием населения консультаций и оказание практической помощи в решении вопросов в досудебном порядке. Так, в Барановичах 15 марта пройдет прямая линия по темам защиты прав потребителя в области торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг. С 9 утра до полудня на вопросы ответят главные специалисты отдела торговли и услуг Барановического горесполкома по телефону 65 17 13 65 13 72. Учащиеся средних школ города стали участниками семинара практикума по целевой подготовке профессии, организованного на базе филиала «Барановичские тепловые сети». Спикерами выступили исполняющие обязанности директора филиала Олег Бутрим, начальник управления по образованию Барановичского горесполкома Татьяна Шестак, заместитель директора по учебной части Минского государственного энергетического колледжа Елена Сайковская. Вопрос, с кем быть – жизненно важный вопрос. Ответ на него влияет на дальнейшую судьбу человека. Как не растеряться, как юноше или девушке найти свое место в жизни, подскажет семинар-практикум по целевой подготовке профессия. Местом проведения профориентационной экскурсии для школьников была выбрана Барановичская ТЭЦ. Основная задача – координация важной совместной работы учреждений среднего, среднего специального и профессионально-технического образования и предприятий в подготовке целевых кадров. От целевой подготовки на сегодняшний день выигрывают все. И наши предприятия, которые так нуждаются в молодых кадрах, и молодежь, которая только начинает свой жизненный путь, но уже в дальнейшем они будут знать, где будут трудиться. К сожалению, вопрос формирования кадрового потенциала на наших предприятиях весьма ощутим, и наша организация не исключение. Поэтому я считаю очень важным привлекать школьников в трудовой процесс. Энергетик – социально значимая профессия. Современное общество не может существовать без энергии и тепла. Благодаря специалистам данной отрасли в наши дома поступает тепло и электричество. Энергетики нужны на большинстве крупных предприятий. Одним из известных в Беларуси учебных заведений, в котором готовят к работе с электросетями, считается Минский государственный энергетический колледж. Наш колледж уже более 50 лет готовит специалистов для энергетики, для ядерной энергетики и по образовательным стандартам в области энергетики. Я сегодня рада присутствовать на таком широкомасштабном профориентационном мероприятии здесь, в городе Баранович, потому что именно это мероприятие может позволить нашим выпускникам школ определиться со своей будущей профессией, сделать правильный выбор. Ну а также в последнее время наш глава государства очень большое внимание уделяет именно целевой подготовке специалистов, потому что многие филиалы испытывают нехватку специалистов, рабочих. И именно вопросы целевой подготовки являются очень актуальными. Для ребят провели экскурсию по территории ТЭЦ. Они посетили производственные помещения и цеха. Школьникам рассказали о важности профессии энергетической отрасли и социальных гарантиях, отраженных в коллективном договоре предприятия. Я считаю, что данные мероприятия достаточно полезны для моих сверстников, так как они позволяют узнать что-то более новое и изучить предприятие изнутри, как оно работает, чтобы было больше мотивации идти туда. Семинары-практикумы по целевой подготовке школьников с посещением предприятий и организаций города будут продолжаться. 15 марта в День потребителя в выделенных объектах почтовой связи работники РУП «Белпочта» проинформируют клиентов о востребованных услугах и сервисах компании, соблюдении правил адресования, движении посткроссинг, в том числе и о днях акции «День посткроссера», обновленном мобильном приложении с новыми функциональными возможностями, пересылки о почтовых отправлениях в электронной форме с подтверждением факта вручения посредством Национальной почтовой электронной системы, с предложением регистрации в системе и других. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова